Можно у вас спросить? А вы кто? Ютуб-канал Острый Угол. Снимаем видео туда. Аппозиционный канал. Ну, давайте мы сначала узнаем, кто вы. Давай. В наше время так... Да, это нормально. Сейчас мы загуглим. Что-то я такое слышал. Ну, я типа репортер на выезде, а вот автор канала делает путинизм, как он есть, про Путина снимает. В принципе, всю его подноготную. Ну, не то, что у меня есть много чего сказать, но... Почему ты здесь? Почему для тебя это важно было сегодня находиться на этой акции? Расскажи. Ну, мне кажется, важным показывать, что есть россияне, которые против войны, которые не поддерживают то, что сейчас происходит. К сожалению, на родине это дело довольно тяжело. Но вот я, например, там был арестован неоднократно за митинги, и там... Меня даже как-то хотели уйти на допрос. К сожалению, да. Ну, то есть, можно сказать, что надо бороться у себя дома и на родине, но не всегда есть внутренний ресурс и готовность сопротивляться, как у каких-то там наших полиц заключенных, которые готовы были идти до конца. То есть, у тебя еще посыл не только для себя, чтобы быть честным, а еще чтобы люди увидели, что они не одни. Да, мне кажется, важным... Ну, я думаю, что в том числе политика власти в России заключается в том, чтобы расколоть оппозицию, расколоть людей, которые не согласны с тем, что происходит, показывать 90-процентную поддержку в соцопросах. Хотя я уверен, что на самом деле это не так, и есть независимые социологи, которые говорят о том, что это совсем не так. И поэтому, да, мне кажется, важным демонстрировать, что есть люди, которые не согласны. Как тебе здесь? Как тебе проводить, например, подобные акции здесь? Чувствуется ли спокойствие? То, что ты можешь спокойно выражать мысли? Ну, это однозначно новый опыт, в том смысле, что здесь тебя не балакут в автозак через 5 минут после того, как ты вышел на улицу. В Сербии это не рай на земле. Тут есть свои проблемы, но здесь все еще есть свободы с другими движениями. Ну, режим Вучича имеет признаки авторитаризма определенные, заигрывание с Россией и так далее, и так далее. Вот. Но в то же время есть и проевропейский вектор. И я думаю, что Сербия тоже должна сделать какой-то для себя выбор по возможности. Вот как раз на фоне этого, то, что говорят, что Сербия, в принципе, такая пророссийско настроенная, тоже в отношении России хорошо настроенная страна. Сложно выражать здесь мысли подобные? Нет, я так не думаю. Я никогда не сталкивался. Ну, у меня есть какое-то количество сербских друзей, и все эти люди все понимают, что происходит. Но у Сербии есть специфическая история с агрессией НАТО, которая усложняет ситуацию и сложно объяснить людям, что сейчас дело вообще не в НАТО. Это не имеет никакого отношения. И поэтому, да, здесь специфическое общественное мнение, но я не могу сказать, что есть какая-то однозначная поддержка войны. И вообще поддержки войны, мне кажется, нет. Есть просто непонимание того, что такое Россия сегодня. Люди в Сербии просто не знают, что это за режим и кто такой Путин. Многие говорят, что сегодня было мало народу. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, мне кажется, что, к сожалению, чем дальше от начала войны, тем меньше людей готовы продолжать вести какую-то там деятельность, агитировать и так далее. Это, к сожалению, естественный эффект. Вот. Ну и потом, сегодня просто митинг, который позиционировался как митинг исключительно для граждан России. На митингах, которые, вот, есть группа известная антивоенная, там собираются людей побольше. Вот. Наверное, как-то так. Скажи, может, у тебя есть какой-то посыл людям, которые, возможно, сейчас нас увидят из России? И мне кажется, не очень правильным что-то советовать и говорить людям, которые находятся в России, учитывая, что я нахожусь в безопасности. С одной стороны, я не считаю, что имею моральное право говорить людям, что сейчас делать. Однако я хочу сказать, что, ребята, у нас много людей, которые не согласны с этой кровавой войной. И я думаю, что мы все равно в конечном итоге победим. Это просто вопрос времени. Россия победит? Победит свободный мир. Не российская армия, конечно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...